Раз, два, три. Как мои глазки? Так, брови поднять или опустить? Как лучше? Ну так, опустить? А вот том надо так? А вот так вот? Всем привет! Меня зовут Елена, и я собачница. ЗАОТКРОЛИСЬ! Ну что, мы начинаем наш блог, нашу страничку. О чем мы будем вещать? Я буду делиться своим личным опытом. Совсем не обязательно вам его перенимать, но что-то, может быть, какие-то советы могут быть полезные. О чем? Мы будем говорить обо мне, чтобы вам было понятно, кто я и что я. Сколько лет я занимаюсь собаками? Всю жизнь. Родилась и хотела быть ветеринарным врачом. В группе пожалуй, я была единственная, кто был по призванию. Все остальные просто так поступили. Значит, первая собака у меня появилась в первом классе. Мечтала об овчарке. Вон мои овчарки. Просила папу овчарку. И он мне принес овчарку маленькую. Вот такую вот. Вот такую, вернее. Мальчика, Тимошку. Я была счастлива до безумия. А потом, значит, пошла к соседке. У них была маленькая собачка, беленькая. Не помню, как ее звали. Она была девочка. И оказалось, что наружные половые органы у них были одинаковые. В одном месте. Так у нас появилась не Тимка, а та у нас Манька. К сожалению, эта собака выросла маленькая. Хотя я думала, что это южно-русская овчарка. Значит, эта собачка Манька, которая была в первом классе, была на самом деле очень удержимая. Она у меня знала сидеть, лежать, барьеры двухметровые прыгала, по бумам бегала. Я жила рядом с площадкой, самая с Мурманска. У нас была сопка Варничная, называется наш район. И дрессировочная площадка тоже была там. Я практически там и жила. Наверное, в классе четвертом я нашла случайно овчарку Кокс. Назвала его Кокс. Он настолько был преданный пёс, но я его отдала на период лагеря, и он там потерялся богополучно. По крайней мере, мне так сказали, что он потерялся. И вот первая собака овчарка у меня появилась уже моя. Мне было тогда 11 лет. Это было первая собака, которой мне доверили в клубе юных собаководов. У нас по уставу клуба Кюса было такое, что мы растили щенков, а потом передавали на границу. Те, кто в то время жили, прекрасно помнят, насколько мы росли вообще патриотичными. Мы со слезами отдавали этих собак. Ну, естественно, 6, 7, 8 класс. Какой там алкоголь, стресс никак было вообще не снять. Мы просто ревели. С большими красными опухшими носами. Вот. Ну и верили в том, что наша лепта, которую мы вносим в деле укрепления государственной границы, она очень важна. Вот. Этот Клойд у меня сдал общий курс дрессировки в клубе ДСАФ, тогда еще были, по-моему, на вторую степень. И прослужил. Сколько лет, я сейчас, конечно, затрудняюсь сказать, но с его проводником вот уже более 30 лет мы до сих пор дружим, поддерживаем контакты. Сережа Глазунов. Так, вторая собака у меня была Зосима. Я с ней, к сожалению, сдала только на третью степень тогда еще общий курс дрессировки, но у нее был возраст очень маленький. Я даже сейчас не помню, тогда был какой-то минимальный возраст или нет, но ей не было еще года, когда я сдавала дрессировку. Вот. Так. Ну и потом в награду я получила зонарную суку, как сейчас называют суперграу, настолько красивую, обалденную, маленькую, широкую. К сожалению, у меня с ней не получилось племенной работы. Не совсем там по одному щенку рожала впоследствии, но выдрессировала была настолько... Гер, куда пошел? Настолько шикарно. Работала с расстояния где-то стадион школьный, сколько там метров, не знаю, по одному жесту. То есть я даже собаки не вижу толком. Так, натяну глаз и с жестами работала. Так, кого она там увидела? Вот. Ну, в общем-то, вот с этого у меня все и начиналось. Клуб юных собаководов нас вырастил настолько патриотичными и я считаю, что даже у взрослых не у всех такая база дана, которая помогла нам всем в жизни, чтобы и дрессировать, и по грумингу, и... А, еще что самое интересное было, это как раз Советский Союз у нас прекращался на уровне. Начиналась только-только перестройка. У нас был клуб юных собаководов, ой, при клубе юных собаководов КЮЗ, у нас был Кооператив Верность, где мы уже делали какие-то... Ну, то есть, зарабатывали себе сами деньги. И каждый, кто вырастил собаку и передал ее в погранвойска, получали в награду, то есть, могли выбрать любую породу и взять уже щенка с родословной через клуб ДСААФ. Вот. Вот так вот у меня появилась первая собака с родословной. Она была 89-го года. Звали мы ее Штерька, хотя полная кличка Нордлифондештерн Соми Айсланд. Вот такая крутая у нее была кличка. И она у меня прожила, получается, в двух тысячелетиях, в трех десятилетиях и в двух столетиях 89-го года. Умерла она в 2005-м году. То есть, это собака. Почти 16 лет прожила. Мне было 11 лет. Шестой класс, что ли, это был. Пришла я в клуб юных собаководов города Мурманска. Руководитель у нас Татьяна Владимировна Соколова. Она сейчас там же живет и продолжает трудиться на поприще. Наш выпуск был самый-самый сильнейший. Мне кажется, что более увлеченных детей в то время больше таких групп не было. То есть, все до сих пор мы очень многие, кто занимается. Кто-то судьями стал, кто-то заводчиками, кто-то дрессировщиками. Скажу немножко о своем питомнике. С чего все началось? Значит, собака у меня 89-го года рождения была. Зонарная сука. И первый помет у нас родился в 91-м году. Да, наверное, где-то года два было. Я с Мурманска тогда маленькая девочка, подросток ездила на каких-то там перекладных поездах, потом еще куда-то там, не знаю, даже страшно сказать, Новгородская область, какая-то там станция, ночью меня высадили. Я вообще вот сейчас вспоминаю, думаю, господи, неужели я там шарилась по вот этим каким-то станциям непонятным, под Питером, под Великим Новгородом. В общем, это у меня были первые. Сама ездила на выставки, подбирала кобелей, но у меня с ней племенная деятельность не получилась, хотя мне очень хотелось. Там почему-то у меня рождались по одному щенку. и очень тяжелые роды были, скорее всего, потому что крупные помет, ой, крупные щенки, щенок крупный был. Тогда же у меня был первый опыт рода вспоможения, вспоможения, вот как-то вот так вот. К сожалению, ту линию мне не получилось ни развить, ни продолжить. А в 91-го года у меня была тоже собака от итальянского кобеляна с Самары была привезена, попала ко мне уже взрослой. Попала ко мне уже взрослой, вот по сути дела с нее все и началось. Было у меня несколько линий по Элси, ее звали Антарис Элси, самарская сука, от Франца Диказа Мари. Охлаждение яиц. А не видно, что он в луже лежит. У нас в этой линии они такие настолько водоплавающие, практически все владельцы сталкиваются с тем, что собаки, ну как сказать, свиньи, любят воду. Сейчас, в настоящий момент у нас гер лежит, все, о-о-о. В следующем мы поговорим еще про геркулесика, про некоторых собак нашего питомника, которые наиболее крутые, наиболее красивые, наиболее умные, дрессированные. Эта собака рождена, вообще у нас все собаки, которые живут в питомнике, они все рождены именно у нас, рождены, выросли. Он, получается, его бабка, привезенная из Германии, была, потом родилась его мать, черная, Рапунцель, Гроссерфольк Рапунцель, а уже от Гроссерфольк Рапунцель родился наш Геркулес. Изначально он должен был поехать за границу, ну вот он за счет своего характера шикарнейшего, очень достойный пес, он остался у нас. Герик лохматый, грязненький. Какие у него заслуги? Ну, во-первых, он безумно преданный пес, просто безумный, очень, я бы сказала, был агрессивный к посторонним, ему без разницы, рукав или живой человек, чувствуя угрозу, он пойдет и на живого человека. То есть у нас были такие ситуации, то есть он без разницы, он не боится ничего и бьется до победного. Ну, бьется до победного это в тренинге, но были такие случаи, когда он сам свою ситуацию решал, когда ему что-то не нравилось. На сегодняшний момент вот это наш Геркулесик, очень известная собака в своем немчатном мире, известный производитель, от него дети не знаю даже и во Вьетнаме, и в Саудовской Аравии, в Америке, единственное, что, конечно, там уже внуки, не слышала, чтобы кто-то туда брал. Потом, где у нас еще есть от него, понятно, страны СНГ, Сахалины, Хабаровск, в Иране, в Ираке есть от него дети. Вот это он сейчас такой в неформальной обстановке, далеко не выставочная кондиция. Ну, в ближайшее время мы его приведем в порядок. Он у нас чемпион России, чемпион РКФ, юный чемпион породного клуба немецкой овчарки. И практически без одного сертификата сисишного он взрослый чемпион национального клуба породы немецкой овчарки, российского. Вот. Так что так вот. Мы своими детками гордимся. Они очень красивые, умные. Много собак, которые служат в Уфсине, в полиции, по взрывчатым веществам. ППС собаки. Вот обратите внимание, это у нас Люта, домашняя крыльчка, Валюта Севера. Ей чуть больше года. И в ближайшее время вы увидите ее перевоплощение. Сейчас это зимняя шерсть, все собаки неухоженные. В ближайшее время мы будем их мыть, чесать, выдравливать, приводить в порядок лоск. Сейчас вот у нее такое состояние шерсти. Стой. Тут какая-то даже Люту буквально завтра будем приводить в порядок. Вот такими средствами. Очень люблю такие расчески. Грабли называются. Чем они хороши? Во-первых, все зубчики крутятся. Они бывают двухрядные, бывают однорядные. И они еще утапливаются. Обязательно у любого владельца, у собак, у которых шерсть длинная, как у овчарки, лабрадор в том числе, нужно иметь несколько расчесок. Вот этот фурминатор немецкий, но честно сказать, по качеству он не очень хорошие зубья. Вот видите, практически сразу тут все вылетели. Но я еще его использую для некоторых моментов. И вот вот такой. Это аналог фурминатора. Он уже старенький, но тем не менее он до сих пор работает. По ширине тоже очень удобный. Для овчарки держать тоже удобно. мне очень нравится. Так, Люта, иди сюда. Собака ничего не знает. Люта, Люточка, Зая, молодец, Зая. Стой. Стой. То есть она очень хорошо вычесывает всю грязь, всю старую шерсть. На самом деле она черная, но после зимы все у нас тут было очень грязно. В салон мы никуда не возили. Всех очень на две недели. Вот такая у нас прическа. Стой. Люта, Люта. Люта, Люта. Молодец. Некоторый эксперимент. То есть я уже говорила, что мы эту собаку будем в скором времени показывать и смотреть какие у нее будут результаты. Я думаю, что у нее результаты будут хорошие, но наперед я не Копперфельд предположить что там будет не могу. Это тот пример собаки, которая не знает ни одной клички, кроме сюда. Вот, она выросла в вольере. Люточка. Как я с такими собаками разговариваю? Люточка. То есть они на интонацию реагируют. Все. Иди. Ну, скорее всего, она сейчас Люточка. Попробуем ее подозвать. Кличку она знает, но я думаю, что слышала от других собак, что такое подзыв. Люточка. Люто, Люто, Люто. 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 Молодец. Люто. Молодец. Некоторые спрашивают, а как собака, которая недрессированная, как вообще с ней общаться? То есть вполне может. И, кстати, она знает еще поводок. Поводок она знает. Несколько раз ходили. Люто. 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 Молодец. Молодец, Люточка. Молодец. 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 Люто. Я в данном случае от нее убегаю. Она ко мне бежит. Люто. Молодец. Молодец. Летящей походкой. Что я хочу вещать на этом канале? Что вы можете увидеть на этом канале? Возможно, вы для себя подчеркнете какие-то именно лайфхаки в плане ухода, дрессировки, зоопсихологии, каких-то маленьких, небольших ветеринарных аспектов. Почему я говорю про ветеринарные аспекты? Потому что я имею на это право, так как я имею ветеринарное образование. Хоть я и не специализируюсь, не практикующий ветеринарный врач, но данное образование мне очень помогает в работе как заводчика. На сегодняшний день я заводчик. Заводчик более 30 лет практически, потому что первый помет у меня родился в 91-м году, а помет с моей приставкой, которая и на сегодняшний день активная Гроссерфольк. Она зарегистрирована в 97-м году официально в РКФ, а первый помет был рожден в 95-м году. Поэтому в следующем году, в 21-м, будет ровно 30 лет, как я первый раз получила свой первый помет немецкой овчарки. Блин, бедная мать, обосранные дети. Дороги у нас нет, живем мы за городом полтора километра, но вот... Ай! Грязи! Посмотрите, какая колья! Всем показываю! Кто у меня на группе ВКонтакте, все знают. Но, тем не менее, я все равно и здесь красивая, даже среди своих полей, своей грязи. Люблю Россию, матушку! Всем привет! Так ты летящей походкой! Сегодня был очень прекрасный день, потому что мы начали свой канал. Спасибо моему сыночке-вдохновителю, который не дает большого пинка. Тихо! Продолжение следует...